Всем тихой ночи! Не так давно вышла игра SCP Secret Files, которая показывает работу сотрудника архивного отдела фонда SCP. Уже необычно само по себе. А кроме того, в этой игре есть очень много разных лорных отсылок и моментов, которые стоит разобрать. Игра вышла действительно лорная, так что разбирать тут есть чего. Видео, разумеется, будет спойлеры, хотя основные повороты сюжета я рассказывать не буду, потому что это видео больше о том, что остаётся в игре за кадром или вообще не объясняется. В первой текстовой сцене игры агент фонда вербует героя в ресторане, и это внезапно есть на сайте SCP. Именно так, например, фонд вернул к себе сотрудника класса D, выжившего в SCP-1983, одного из немногих в D-классе, кому было позволено уйти из фонда живым. Правда, тут героя хотят сделать не D-классом, а работникам архива. Архивная служба в фонде SCP есть, и называется она APAIP. Это администрация по архивной информационной безопасности. Служба настолько секретная, что даже на этом канале нет видео про них, а сделать похоже стоит. В общем, APAIP приглашает герой работать в зону 105. И такая на сайте SCP тоже есть. Зона 105 изначально появилась для содержания SCP-574, также известного как Бомжатник. Это заброшенный завод, внешний вид которого постоянно меняется так, чтобы завлекать внутрь себя людей. Когда привлечённый человек заходит внутрь, здание снова меняется таким образом, чтобы он провалился в подвал, где его буквально съедает пол, впитывая в себя тело жертвы. Для исследования этого дома людоеда и была изначально создана зона 105. По мере исследования объекта зона разрасталась. В неё было перевезено ещё несколько объектов. Например, SCP-6446 на вид зеркала, а на самом деле портал в другой мир. Посмотрим, как это место показано в игре. А в игре это уже огромных размеров подземная база, со множеством камер содержания и целой армии разного персонала. По ходу спуска мы видим камеры с объектами, монстрами и классом D. В общем, содержание бомжатника стало делом масштабным. Среди всего этого я обратил внимание на камеру с короной. Довольно символическая вещь, ведь один из классов содержания, кетр, как раз переводится с иврита как корона, а может быть это просто SCP-1561. Корона с сильным меметическим эффектом, заставляющий людей вокруг отыгрывать роли так, как будто они подданные надевшего корону. Она, правда, своим сильным меметическим эффектом смогла полностью захватить свою зону содержания. И теперь там этакое королевство, где вместо мог рыцаря, а вместо ученых придворные мудрецы. Видимо, в мире этой игры аномальные свойства короны удалось подавить. Когда персонаж игры доходит до своего компьютера, в нем он на карте видит несколько учреждений фонда. В новостях нашей 105-й зоны написано о побеге SCP-994. Этот объект это животные в форме блюдец, способные летать аномальным образом. И судя по тексту новости, они каким-то образом привели к обнаружению редких видов. Не совсем понятно как. Есть тут и зоны 19, и это одна из основных баз организации, содержащая целую кучу аномалий, являющиеся домом для загадочного администратора и большинства известных персонажей мира SCP. Да и еще она сама по себе является аномалией, так как время от времени телепортируется на новое место. Также тут есть и зоны 17, вторая по размерам база фонда SCP, на которой по большей части содержатся аномальные люди и человекоподобные аномалии. В игре написано, что в 17-й зоне персонал класса D выпил воды из SCP-769, после чего благополучно сбежал из фонда. SCP-769 это глиняный кубок с позолотой. Если в него налить обычную воду, а затем выпить ее, человек это сделавший получает какое-то случайное знание о чем-то, но при этом теряет часть своих воспоминаний. То есть кубок как бы меняет воспоминания человека на случайное знание. В игре написано, что подопытный D-класса получил знание об операциях фонда SCP, однако повезло. Еще на карте есть зона 73, тоже крупное учреждение фонда, где спрятано несколько десятков объектов. В общем, достаточно лорное начало. Посмотрим, что же будет дальше. А дальше наш герой сидит в чате для сотрудников архивного отдела, а там эти сотрудники обсуждают, как исследовали SCP-1299. И один из них радуется тому, что умеет плавать. Хотя непонятно, почему он так рад, ведь SCP-1299 это на вид обычная ванна с небольшим сюрпризом. Если в нее забраться, она сразу наполняется водой, а человека, находящегося в ней, пытается утопить некая сила. Две невидимые руки, тянущие жертву за шею на дно. Если жертве не помочь, то она неизбежно умирает от утопления. А если помочь, то личность выжившего человека заменяется на личность одной из предыдущих жертв ванной. Скорее всего, радость от умения плавать вызвана тем, что ванна наполняется водой аномальным образом. И во время эксперимента, за которым следил ученый из игры, она затопила всю камеру содержания. Посидев в чатике, наш архивный сотрудник отправляется смотреть видеозаписи об экспериментах с классом D. Там сразу говорят, что сотрудника класса D номер 503 взяли в фонд SCP поработать на 30 дней, пообещав ему освобождение от тюремного наказания за это дело. Но мы-то знаем, что это неправда. Фонд SCP не освобождает своих узников, а стирает память через 30 дней. Так что D-класс работает в фонде SCP до самой смерти. Сотрудник D-503 следует объект SCP-74-57, и это первое заметное расхождение с сайтом SCP, потому что там этот объект это наскальные рисунки, обладающие меметическим эффектом на разум смотрящего. Эффекты эти очень разные, от приступов паранойи до получения знаний о том, как ориентироваться по звездам. В игре же это аномальная пустыня, так что скорее всего автор игры придумал свою собственную аномалию и присвоил ей такой вот номер, которого на момент создания игры еще просто не было. Что, как по мне, не самое лучшее решение, так как можно придумать номер, который вообще не пересекается с объектами сайта. Например, добавить какие-нибудь буквы. Пустыню эту исследует доктор Хэм, тот ученый SCP, который по лору занимается изучением чумного доктора SCP-049. Доктор Хэм рассказывает, что SCP-74-57 это пустыня, в которой пропадают люди. Из дальнейшего эксперимента с D-классом мы узнаем, что в этой пустыне, кроме того, появляются разные металлические детали, которые по ходу дела покрываются живыми проводами. Сам сотрудник класса D понемногу сходит с ума. А еще это место, это некое иное измерение, внутри которого как бы смешиваются параллельные реальности. Кроме того, посреди всего этого стоит телефонная будка, от которой провода тянутся в разные стороны. По отдельности каждый из этих элементов встречается в других объектах, так что я даже не могу сказать, что автор тут что-то придумал. Скорее смешал несколько концепций с сайта SCP. Вот, например, телефон для связи между мирами, использует такая клоунская во всех смыслах организация, как цирк Германа Фуллера. Но самое главное тут это то, что этот мир по сути является перекрестком параллельных реальностей. Так же, как и город Алагада, показанный в SCP-2264, с которым связан объект SCP-701, о котором игра рассказывает дальше. Но прежде чем заняться 701 объектом, я тут заметил, что можно почитать новость из еще нескольких зон фонда SCP. Например, есть новость, что на зону 6 напали последователи разбитого бога. Шестая зона была изначально построена вокруг SCP-1461, дома червя. Очень, кстати, атмосферный объект, дом в подвале которого заключена чудовищная машина, содержащая в себе некую сущность под названием червь. И в описании самого объекта написано, что место его содержания постоянно пытаются захватить сектанты разбитого бога. Или вот еще есть новость, что в зоне 77 проводится выставка работы SCP-067. Зона 77 это также крупное учреждение фонда в Европе, где хранится множество объектов, а 67 объект это авторучка, держа которой в руках человек, вне зависимости от его умений, начнет рисовать шедевры. Вообще, мне нравится, что местные новости и разные отсылки не копируют сайт SCP, а как бы дополняют написанное. И при этом, пока что из всех игр по SCP, которые я видел, это самое близкое к сайту. И тем интереснее посмотреть на часть про SCP-701. Там мы играем за агента фонда, который отправили на место нарушения содержания 701 объекта. Она сразу находит счетчик канта, измеряющий насколько реальность реальна, и якорь скрантона, нормализующий саму ткань реальности вокруг. За этими двумя устройствами стоит довольно объемная концепция аномальной физики. На канале об этом есть отдельное видео, ссылку на которое вы можете найти в описании. Получив эти два девайса, героиня попадает в типичный хоррор с монстрами, но довольно неплохой, надо сказать, в ходе которого вокруг нее разворачивается театральное представление, где все в итоге вешаются. Какой же лор за этим всем стоит? На самом деле его там достаточно много. Сам по себе, SCP-701 это пьеса, в сюжете которой описывается прибытие посла из города Аллагады. При этом непонятно, что это за город и где он вообще находится. Если начать исполнять эту пьесу в театре, то в какой-то момент на сцене появляется существо в цепях, лично посол Аллагады. Он нагоняется за героиней в игре. Когда кто-то ставит SCP-701 в театре, посол прибывает в это место для того, чтобы собрать дань для своего правителя, известного как повешенный король. Дань он берет кровавыми жертвами, разумеется. Потому при появлении посла в зрительном зале начинается драка, в ходе которой участники максимально жестоко расправляются друг с другом, а актеры вешаются. При этом посол способен превращать в кашу сознание практически любого человека и подчинять его своей воле, что и показано в игре. Сама же Аллагада, откуда приходит посол, это город, находящийся в своем собственном небольшом измерении. И измерения это так же, как и показанный до этого объект, представляют собой перекресток миров, двери из которого ведут в самые немыслимые уголки мультивселенной. Только место это не пустынно, а напротив, вполне себе шумно, живо и существует в стиле бесконечного венецианского гарнавала, приправленного кровавыми оргиями существ из сотен миров. При этом всем реальность внутри Аллагады очень слаба и больше похожа на сон. Понятия пространства и времени там крайне условны. Можно, например, встретить себя же из прошлого или погулять по улице с какой-нибудь невклидовой геометрией. Видимо, поэтому в игре при появлении посла все начинает искажаться, а счетчик Канта показывает низкий процент реальности происходящего. Дальше работник архива переходит к изучению материалов другого объекта SCP-1762. Эта часть игры представляет собой интерактивное кино на полчаса, где нам показывают похожую предысторию объекта, что уже необычно, во всяком случае я такого не припомню, чтобы игры по SCP пытались показать нам, как объект появился. SCP-1762 – это картонная коробка, служащая переходом в сказочный мир, населенный целой толпой разных фэнтезийных существ. Всего их там живет 26 видов, и каждый подробно описан в книге сказок, полученной из самой коробки. Основные обитатели этого мирка – это драконы и великаны, у которых между собой война. Драконы могут выбираться из коробки и посещать наш мир, но становятся тут бумажными фигурками. Великаны тоже могут вылезти, но превращаются в бесформенный комок целлюлозы. В объекте в целом много недосказанностей, и похоже, что драконий мир поддерживается человеческой фантазией. И попав в фонд SCP, где работают прагматичные ученые и суровые агенты, красочный мир постепенно угасает, и коробка рассыпается в пыль. Игра предлагает забавную, хоть и несколько затянутую предысторию этого мира, в которой маленький мальчик с богатой фантазией и создал страну драконов. Следующий эпизод тоже про ребенка с богатой фантазией, а именно про SCP-239. Эта девочка способна из своей фантазии изменять мир вокруг себя абсолютно как угодно. И чтобы ее содержать, фонд убедил девочку, что она ведьма и может менять реальность только определенными заклинаниями, например, удлинять свои волосы или кататься на оживших стульях. Ученые фонда убедили ее в том, что она волшебница, а значит, может колдовать только определенные заклинания. Это было сделано, чтобы ограничить ее влияние на мир. А в комы ее погрузили после того, как кто-то из сотрудников SCP рассказал девочке про Санта Клауса, и тот сразу же начал существовать в реальности. В серии рассказов про нее показано, что она лишь притворяется, что лежит в коме, а в какой-то момент она вообще оставляет вместо себя свою копию и отправляется в далекое будущее, а затем и в мир, где живут подобные ей существа. В общем, тема злого фонда, которая зря мучает людей, в оригинале не раскрывается. В игре этот объект куда более трагичен. Там фонд ставит над девочкой максимально жестокие эксперименты, пытаясь развить ее способности, отчего она впадает в безумие и начинает понемногу разрушать мир вокруг себя, что уже достаточно сильно расходится с лором, потому что задача фонда сохранять и удерживать аномальные объекты, и уж точно не усиливать их способности. В рассказах ее пытается убить один из ученых SCP доктор Клеф, но это потому, что он является двойным агентом, и раньше состоял в организации под названием ГОК, одной из задач которых как раз является уничтожение всемогущих существ. Затем в игре идет небольшой сегмент про тостер. SCP-426 это тостер, о котором невозможно говорить в третьем лице, то есть обычный человек не может сказать это тостер, об объекте, а только я тостер, а приблизительно через месяц взаимодействия со мной. Человек сам начинает считать себя тостером, и чаще всего убивает себя путем набивания своих внутренностей огромной массой хлеба, или же путем подключения себя к электричеству, ведь тостер работает от розетки. Стоит ли говорить, что SCP-426 это не просто обычный тостер с опасными меметическими свойствами, а древний ужас заключенный в форме обычного бытового предмета на нашей планете, и мечтающий объединить всю разумную жизнь во вселенной в одного себя. После встречи с таким сильным меметическим существом, герой попадает в отделы антимеметики. Не знаете при чем тут отделы антимеметики? В конце игры оказывается, что вся игра это предыстория этого отдела, ведь концовка ведет к тому, что теперь главный герой работает вместе с Мэриан Уиллер, а она глава именно этого отдела. Сюжет игры буквально заканчивается фразой «Нам надо поговорить о 55-м», а это буквально название первого рассказа в хабе антимеметики, так что узнать, что было после игры, вы можете, прочитав эту серию рассказов на сайте SCP. Ссылку я внизу оставлю, а если вы немного из будущего, то там будет ссылка на видео по сюжету этого хаба, потому что это отличный повод наконец-то сделать полноценное видео по этой части фонда SCP. Всем пока!